Итак, первое послание фессалоникийцам это послание церкви, которое проходит период взросления, период становления. Второе послание или второе письмо апостола Павла фессалоникийцам также написано во время второго его миссионерского похода, также скорее всего из Коринфа, для того чтобы сказать о некоторых конкретных моментах, о некоторых конкретных проблемах, которые появились в этой церкви. И таких проблем по большому счету три. Мы очень быстро сможем это отметить. Первое. Апостол Павел снова обращается к теме страдания. Христиане, особенно тогда, в первом веке, предполагали, что после того, как они покаялись, после того, как они пришли ко Христу, страданий уже не будет. Будет защита от Христа. Что Христос дарует защиту. И они были очень удивлены, когда выяснилось, что приходится страдать. Они очень были удивлены, когда, ну вот они уверовали, их жизнь изменилась. А вокруг люди этого не только не замечают, но начинают оскорблять их именно по той причине, что они христиане. Апостол Павел отвечает на это, ободряет ранних христиан во втором послании фессалоникийцам, 1 глава 6 стих. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами, в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Смысл в том, что да, нас будут оскорблять, нас будут гнать, но воздающие, воздают за это оскорбление, за эти гонения, воздают за это все это Бог, а не мы. То есть, да, ребята, вас будут гнать, но не беспокойтесь, Бог разберется, Бог рассудит, это Его дело, ваше же дело сохранять верность Иисусу Христу. Суд будет, будет Божий суд, и мы должны об этом помнить. 11 стих. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания, совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». То есть, апостол Павел говорит, есть страдания, есть притеснения, они будут. Но, ребята, идите вперед и выполняйте свою миссию. Не отвлекайтесь на то, что происходит вокруг. Понимаете, ну даже так, представьте себе, что вы едете в автобусе. Но я почему-то думал до недавнего времени, что курские автобусы и курские маршрутки – это очень удобное и не особенно наполненное средство транспорта. Я думал, ну народу в Курске мало, машин на улице меньше, чем в Москве. Если маршруточка подходит, особенно в центре города, ну уж ты сядешь точно. Вот. Ну, на практике оказалось, что это все не так. Иногда в курскую маршрутку приходится втискиваться. Причем втискиваться в таком полусогнутом состоянии. Ну просто потому, что голова достает и до ручек, иногда и до потолка. Вот. А когда ты стоишь у двери, ты вообще не понимаешь, как. Кто-то говорит «уплотнитесь», другие говорят «уплотняться негде, некуда» и так далее. Вот представьте себе, что вы едете в такой маршрутке, и кому-то не совсем понравилась ваша физиономия. Ну как-то. Ну понравилась, но не совсем. То есть полного фурора вы не произвели. И он вам это совершенно дипломатично высказывает. Ну тут ваше выражение лица не стало вполне впечатляющим с моей скромной точки зрения. Ну примерно так или какими-то другими словами, что-то подобное он вам говорит. Вот. Представьте себе, что вы сразу ответили взаимностью. А мне твоя физия тоже не нравится. А как вы думаете, чем закончится эта беседа при вашем выходе из маршрутки? Может быть вам даже не придется выходить, вам помогут выйти из этой маршрутки. Бывают ситуации, когда мы должны сказать, «Господи, это твое дело. Господи, я предаю этого человека тебе. Господи, я буду за него молиться, но сейчас, в этот момент я предпочитаю не ответить». Мир может счесть это слабостью. На самом деле удержаться и не наговорить гадости – это часто проявление силы, а не слабости. Ехали мы как-то с одним братом, христианином. И едем на машине, он ведет машину. И нас дядь какой-то подрезал на огромной скорости, на красный свет, вперед. Не обращая внимания ни на кого, летит, несется. И вот мой собеседник, мой спутник, брат, который вел машину, он такой сидит и говорит, «Чтоб тебя милиция поймала». Вот, я говорю, «Никогда не слышал такого выражения». Он говорит, «Ты знаешь, у меня была проблема. Я на дороге, встречаясь с такими деятелями, раньше ругался». Я говорю, «Господи, ну нельзя же так, вот что ж я». И вот решил постепенно менять свой лексикон. Ну, по крайней мере, сначала вот такое, что ему говорят, типа, «Чтоб тебя милиция поймала». На самом деле, действительно, это нелегко. Понимаете, когда наступают нам на ногу, когда подрезают нас в машине, когда вылезают перед нами в очереди, просто втискиваются, еще со словами «Вас здесь не стояло», наступает праведный гнев. Когда преследуют за веру, тоже наступает праведный гнев. Но Павел приводит нас к мысли о том, что вот есть Божие дело. И отмщение, суд – дело Божие. Наше дело – быть верным тому призванию, которому Господь нас ведет. У нас с вами, людей начала 21 века, есть, на самом деле, целая, вот огромная масса всяких таких отвлекающих моментов. Беседую с одним братом в воскресенье. Что-то он какой-то хмурый весь. Я говорю, слушай, ты чем вчера вечером занимался? Он говорит, ты не поверишь, в блогах ругался. Ну вот, когда в блоге люди пишут комментарии, потом комментарии тебе не нравятся, ты пишешь другой комментарий, а тебе кто-то отвечает еще комментарием. На самом деле, целый вечер, целый день, а то и больше, можно убить на то, чтобы ругаться в блогах. Иногда возникает вопрос, а вот надо оно или нет? Итак, первая проблема, которую рассматривает Павел во втором послании фасленикийцам, это проблема воздаяния. Особенно воздаяние, когда нас гонят, когда нас преследуют. Он говорит, вот это Божие дело, Бог разберется, предоставьте ему. Вторая проблема. Фасленикийцы страдали, и они решили, что Христос уже пришел. Возможно, они пропустили второе пришествие Христа, потому как, ну с чего бы вы так страдать? Почему такие страдания? Вторая глава, первый стих. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. То есть вот были люди, которые даже от имени апостола говорили, да, вот День Христов уже наступает. И фасленикийцы не знали, что сделать. Что делать? Нет, он говорит, День Христов не придет, пока не придет отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Это антихрист, о котором будет говориться и в Откровении Иоанна Богослова. Эти события будут описаны очень конкретно. То есть фактически придет человек, который будет называть себя Богом, который будет фактически выдавать себя за Бога. Сегодня это нам гораздо понятнее, чем 2000 лет назад. Понимаете, если сегодня найдется политический деятель, который, например, обеспечит, по крайней мере, кажущийся, но все-таки мир на Ближнем Востоке, который, например, сможет найти решение проблемы финансового кризиса, который своим действиями-действиями принесет вот это благоденствие, я вас уверяю, мир готов к тому, чтобы поклониться такому деятелю. Мир готов к тому, чтобы обожествлять такого человека. А уроки обожествления исторических фигур, уроки обожествления людей у нас уже были, в частности, и в нашей стране тоже. Вот это должно произойти. Это подготовка к Дню Господня. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? То есть они уже должны быть в курсе. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Вот здесь практическая и богословская проблема. Кто это удерживающий теперь, и кто должен быть взят от среды? На этот вопрос есть несколько ответов. Кстати говоря, мужской род вас да не смущает, потому что в греческом языке такое дело, совершенно не обязательно существительное, к которому это относится, будет мужского рода. Есть несколько ответов о том, кто сейчас удерживает. И один из ответов — это Дух Святой. Святой Дух будет взят от среды, и тогда не будет уже удерживать. Проблема с этим ответом заключается в его библейской необоснованности. Для того, чтобы предположить, что это Дух Святой, нам нужно библейски доказать, обосновать, что будет момент, когда Святой Дух будет взят с этой земли. Когда на земле не будет Святого Духа. А некоторые говорят, ну да, это в момент великой скорби. Но такое толкование кажется весьма натянутым. Просто нам нужно найти момент, когда Святой Дух будет взят от земли. Вот мы и говорим великой скорби. Другое очень частое толкование, толкование которого я лично придерживаюсь, которая вам, конечно, знакома, удерживающей эту церковь. То есть пока на земле существует церковь, пока на земле существует народ Божий, пока на земле существуют люди, несущие Божий свет, а церковь своими молитвами и силою Божией удерживает этот мир от того, чтобы в этом мире стало все совсем плохо. И это вполне библейская идея. Это и закваска, это и верный остаток, это и Божие избранные. Но эта идея, на самом деле, если мы подумаем о ней серьезно, эта идея очень существенно помогает нам понять миссию церкви в мире. Нам иногда кажется, что мы где-то сбоку припеку. Такие, знаете, маргиналы современного мира, христианская церковь. А Господь говорит о том, что Он создаст церковь, и врата ада ее не одолеют. Значит, у церкви, в этом мире, часть ее миссии заключается в том, чтобы удерживать мир от того зла, в котором мир иначе бы погряз. И на протяжении долгого времени эта церковь понимала, заботясь о бедных, помогая обездоленным, например, молясь за этот мир, участвуя в делах милосердия. А потом во многих странах эти функции стали набрать на себя другие организации, в том числе и государства. Церковь понимала это также потому, что она шла и миссионерской своей деятельностью, проповедью и Евангелие. Она изменяла лицо этого мира, приводя людей ко Христу. Опять-таки, в какой-то момент церковь ослабела в этом миссионерском порыве, в этом миссионерском движении, и пришли другие миссионерские организации. А церковь сегодня далеко не всегда выполняет ту функцию, которой она предназначена. И все же, если верно толкование, что удерживающий, о котором здесь говорится, это церковь, то у нас с вами, друзья мои, особая функция. Когда нас на этой земле не будет, когда мы будем взяты от земли, как церковь Божия, тогда зло сможет достигнуть своего максимального размаха. Мы чуть-чуть пропустим здесь, потому что дальше будет говорить, дальше Павел будет говорить о, он будет противопоставлять нечестивых, с одной стороны, и христиан, с другой стороны. 13 стих 2 главы, вот здесь мы вернемся к тексту. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, через освящение духа и веры истины, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Вот в первом послании фессалоникийцам он говорил о том, как церковь, конкретная фессалоникийская община, стала свидетелем в своем городе и в своих окрестностях. Здесь он говорит о роли церкви вообще, о роли церкви в это последнее время. Итак, первая тема послания фессалоникийцам это преследование, страдание и отмщение Божие. Второе, приход последнего времени, приход Антихриста, знаки последнего времени и особая роль церкви. Третье, это отношение внутри церкви. Опять-таки, отношение внутри церкви и особенно праздность внутри церкви. Праздность внутри церкви. Третья глава, шестой стих. Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом, работая ночью, работая ночью и ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. А он продолжает об этом говорить подробно. Бесчинство в данном случае это не то же самое, что и бешенство. Бесчинство в данном случае это скорее бесчинно, поступать не так, как установлено. Речь идет о людях, которые решили, что церковь обязана о них заботиться. О людях, которые решили, что они могут жить на иждивении, на поддержке церкви, при этом ничего не делая. 11 стих уточняет. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. С одной стороны, мы призваны помогать друг другу. С другой стороны, никто не имеет права вот просто так стать обузой для церкви. Вы должны меня поддерживать. Вы должны мне помогать. Павел говорит об этом довольно сурово. Если же кто не послушает слово нашего в всем послании, того имейте на замечании. И не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Вот такое равновесие с одной стороны на замечании не сообщаться, но с другой стороны вразумлять. И вопрос, как же вразумлять, если не сообщаться? Понимаете, что не сообщаться и объявить бойкот это разные вещи. Когда мы говорим, что не сообщаться с человеком, скорее в контексте это значит не иметь с ним общих дел. Общих дел, которые бы предполагали, что вы взаимно ему доверяете, взаимно с ним, вместе с ним друг другу доверяете, вы имеете что-то общее. Но при этом вы беседуете с ним, вы вразумляете его, вы помогаете ему вылезти из той ямы, в которую он попал. Опять-таки ситуация весьма знакомая. Ситуация людей, ведущих себя вот в этом плане бесчинно людей, которые без всяких на то причин становятся обузой для церкви. Эта ситуация бывает и сегодня. Человек говорит, вот мне жить негде, приютите меня. Сначала приютит один, другой, третий, пятый, десятый. Слушай, а что ты делаешь, чтобы у тебя было где жить? Ну, я не знаю, я молюсь об этом. А ты на работу собираешься устраиваться? Ну, я молюсь, чтобы устроиться на работу. Нет, ты, конечно, молитвенник хороший, да? А что ты делаешь конкретно? История, которую я уже рассказывал как-то, но в данном случае в этом контексте повторю. Как-то у нас ночью зазвонил телефон, в два часа ночи я снимаю трубку и слышу, вот, здравствуйте, я вот такая-то, такая-то, моя родственница в таком-то городе три года назад была у вас на курсах, и вы с ней обменялись телефонами, вот она мне дала ваш телефон, вот я вот приехала с подругой в Москву, сейчас вот, мы только с автобуса, а вот можно к вам приехать, переночевать у вас и пожить пару-тройку дней? это в два часа ночи. Я говорю, девушка, ну, скажите, пожалуйста, она говорит, я из церкви, я говорю, скажите, пожалуйста, а вот когда вы ехали в Москву, вы могли позвонить там заранее? Ну, у меня возможности не было, говорит она. Я говорю, подождите, а когда вы ехали в Москву, вы же как-то думали о том, что будет, когда вы сюда приедете? Ну, где вы будете ночевать и так далее? Она говорит, ну, я знала, что Господь все устроит. Это замечательное доверие Господу, но при этом кажется, что именно о подобных ситуациях говорит апостол Павел во втором послании фессалоникийцам. В данном случае ситуация не была исключительной, это не была экстренная ситуация, когда человек вот случайно попал в Москву и некуда деться и так далее. Это была ситуация, когда человек забывает о заповеди Павла, заповеди апостола Павла, что каждый должен делать свое дело, каждый должен работать своими руками. Это серьезные моменты, это непростые моменты, но вот именно такие непростые моменты обсуждает апостол Павел в своем втором письме фессалоникийской церкви. И завершается третья глава и все это послание с 16 по 18 стихи «Сам же Господь мира додаст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Это очень важно, когда начинаются преследования, это очень важно, когда наступает страдание, это очень важно, когда наступает неуверенность, а прав ли я? Это очень важно, когда нужно принимать в церкви тяжелое решение, когда ты понимаешь, что какой-то брат или какая-то сестра неправы, но а вдруг ты ошибаешься, а вдруг ты чего-то не знаешь, говоришь «Господи, ты Бог мира, раз ты Бог мира, то я обращаюсь к тебе, дай и мне этот мир». А дальше как бы подпись «Приветствие моей рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании, пишу я так благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Аминь. Он поставил свое приветствие, он призвал на нас благодать, и мы знаем, вот послание, написанное Божьим слугой, Божьим апостолом, Павлом, которого использовал, чтобы стать апостолом и язычником. Давайте завершим наше общение на сегодня молитвой. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за церковь, которую Ты создал. И благодарим Тебя за то, что вот в этих двух посланиях, которые написаны Павлом во втором висенерском походе, Ты помогаешь нам понять, как живет церковь. для Тебя не новость, что после первоначального влюбленности и восторга иногда приходит остывание. Для Тебя не новость, что приходит страдание, приходит гонение. Так было тогда, так осталось и сейчас. И Господи, мы молим Тебя, чтобы из Слова Твоего нам учиться, как все это преодолевать и помогать другим так же это преодолевать. Мы молим Тебя, благослови Господь нашей церкви, благослови наши семьи, благослови нас самих, каждого из нас. И Господи, особенно сейчас, в это время, я молю Тебя за служителей Твоих. Храни нас от усталости, утомления и храни нас от безразличия и обыденности, когда все вроде понятно и ничего не радует. Укрепи нас, Господи, потому что у нас великая цель и великий путь. Да будет слава Тебе наш Бог, великим именем Иисуса Христа. Аминь. Субтитры Субтитры Субтитры